Начнем твит новости со следующего сообщения. Ученые РАН принесли на акцию протеста гроб с надписью «Наука России». Такая реакция в ответ на предстоящие реформы Академии наук. А консульство России в Казахстане принесли свинью в знак протеста против аварии ракеты «Протон». Навального могут посадить на 6 лет, сообщает Алексей Венедиктов, редактор «Эхо Москвы». Напомню, по версии следствия, Алексей Навальный, занимая пост советника губернатора Кировской области, уговорил гендиректора Киров-Леса заключить невыгодный договор по заниженным ценам с директором Вятской лесной компании на поставку леса. Все ссылки в твит-новостях. Хэштег «Авто» опять в топе лидеров. Пользователи сообщают, «Вольво» на 5 лет отложила выпуск компактного кроссовера XC40. «Хонда» оборудует свои машины подушкой безопасности для пешеходов, а новый Opel Insignia Country Tower готов к путешествиям. Также повторно всплыл в строчках актуальный хэштег «20 фактов о моем лучшем друге». Она много раз экспериментировала с цветом волос. Она любит делать аббревиатуры из названий групп или событий, которые я потом с трудом понимаю. Фактов много. Если интересно, добавляйте свои. Сегодня же появилась новость о том, что в Москве построят трассу «Формулы-1» к 2016 году. Тема вчитаемых у Ксении Собчак. Балерина Анастасия Волочкова делится с подписчиками хорошим настроением. Для его поднятия Настя выложила фото вида на террасу. Красиво подтверждают поклонники. А певец Ираклий тоже постит ссылки на Инстаграм. И желает всем приятного аппетита. Фото поглощаемой еды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова